Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Рост цен статведомства отмечает во всех регионах Приволжского федерального округа. В Кировской области он наиболее заметен наряду с Оренбургской и Мариэлл, где рост превысил 6%. На вторичном рынке самое заметное повышение произошло в Пензенской области почти на 20%. Программа Экономика. Чехи планируют вложиться в производство в Слободино. В промышленном парке Слободино новый резидент. Это компания Эколэнд. Она заключила с корпорацией развития Кировской области соглашение на организацию предприятия в секторе биотехнологий. Там хотят перерабатывать древесные отходы в продукцию для органического сельского хозяйства. Общая стоимость проекта оценивается в 200 миллионов рублей. Планируется, что предприятие будет построено в 2022-2023 годах. Проект планируется реализовать при участии иностранного инвестора из Чехии. Компания Виа Альта. Она работает с отходами производства, гастроотходами и занимается проблемами уборки трущоб с последующим использованием переработанных материалов. Кировчане просят упаковать в шоколад носки и телефоны о необычных идеях подарков, рассказала производитель фигурного шоколада из Кирова-Чепецка Анна Покровская в интервью газете «Бизнес-новости» в Кирове. По ее словам, на маркетплейсах самая востребованная продукция – шоколадные яйца. Индивидуально кировчане предпочитают цветы шоколадной пельмени. А среди самых необычных заказов производитель назвала большое шоколадное яйцо с несколькими парами новых носков внутри, как подарок на 23 февраля. Также просят прятать в яйцах мягкие игрушки или мобильные телефоны. В завершении о валютах на сегодня. Официальный доллар 71,40 рубля, евро стоит 82,54. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ